Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Доченька, а что ты делаешь? Играю в школу. Я хочу стать учителем. Осенью 1942 года в дом к доктору Дубравину ворвались полицаи. Встать! Быстрее! Одевайся. Даю две минуты. Игра улица! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Приехали! Влазь! Дома! Доченька! Пошла! Отдай ее! Пусть погубят! Дома! Доченька! Дома! Дома! В то утро Лилия Дубравина стала сиротой. Хромой полицай расстрелял ее родителей из автомата, а потом пошел добивать. Около 400 тысяч советских граждан во время войны с нацистской Германией воевали с оружием в руках против своего же народа. Они выполняли самую грязную и кровавую работу. Вешали, расстреливали и избивали до смерти. После освобождения оккупированных территорий, полицаев и карателей казнили сотнями, тысячами. Но все равно многим из них удалось избежать заслуженного наказания. Долгих 23 года предатели, которые расстреляли семью Лилии Дубравиной, скрывались от наказания. И вот благодаря этой лампочке следователям удалось выйти на след черного отряда. Электричество массово пришло в советские дома в 20-х годах прошлого века. Вот только в розетках наших прабабушек было не 220, а 127 вольт. Переход на привычное для нас напряжение произошел уже после войны в целях экономии. Ведь чем выше напряжение, тем меньше расходуется материалов на провода. Процесс перехода был бессистемным и затянулся на десятилетия. Случалось, что часть города уже пользовалась электросетью в 220 вольт, а другая питала свои приборы напряжением 127. А еще очевидцы вспоминают, что при переходе на новую систему в домах часто случались пожары. В квартире Лилии Дубравиной перегорела лампочка. Женщина почувствовала запах дыма. Лилия достала телефонную книгу и набрала номер ЖЭКа. Алло, ЖЭК. У меня перегорела лампочка. Да, дымит. Записывайте адрес. Кто там? Электрик. Заходите. Через полчаса пришел мужчина лет 50, высокий, опрятный. Без привычного запаха алкоголя. Он встал на табуретку и выкрутил сгоревшую лампу. Не, ну понятно. Лампочка с угольной ниткой. А ваш дом подключили к 220. Нужна лампочка с металлической нитью. Вас же в ЖЭКе предупреждали. Да предупреждали. Но я зарплаты куплю. А вы кем работаете? В школе учителем. Значит так. Берете лампочку, идете в школу, когда никого нет, выкрутили. Лилия только сейчас обратила внимание на безымянный палец электрика. Он был без фаланги. Этот палец женщина видела 23 года назад, в то самое утро, когда расстреляли ее родителей. Школа не обеднеет. Страна богатая. Как только электрик ушел, Лилия сняла трубку и набрала 0-2. Она сообщила, что электрик из ее ЖЭКа во время войны сотрудничал с полицаями. Алло, милиция? У меня... У меня есть для вас информация. Это Сергей Иванович Гривой, 1915 года рождения. Последние 10 лет мужчина работал электриком в ЖЭКе. Женат, воспитывает двух детей. Был мобилизован в июле 41-го года, а уже через неделю попал в окружение и оказался в плену. Полтора года находился в лагере для военно-пленных под Белой церковью. Сумел бежать и примкнул к партизанскому отряду. После освобождения города вернулся в армию и дошел до Берлина. Да-да, водитель. Следователь Воснецов задался очевидным вопросом. Каковы шансы, что пятилетняя девочка смогла запомнить полиция? Тем более Гривой был в плену, а значит, прошел тщательную проверку. И не одну. Лилия Ивановна, я внимательно ознакомился с вашим сигналом. Давайте на чистоту. Вы мне не верите? Да не то, чтобы... Ну, понимаете, вам же всего пять лет было. Да и времени уже сколько прошло. Такое не забывается. Я вас понимаю. Но, понимаете, я не могу посадить человека, ветерана, только за то, что у него нету одному пальцу. В досье электрика Горевого были и свидетельства людей, которые находились с ним в лагере, и карточка учета пленного, и военный билет, полученный в 43-м, и боевые награды. Следователю Воснецову было даже неудобно перед сослуживцами Горевого. Он не знал, как объяснить интерес органов к столь заслуженному человеку. Он служил конюхом у полицаев. Когда нас везли, они все сидели молча. Когда приехали, конюх сказал, что партизаны сожгли ферму. Комендант приказал расстрелять 50 человек за это. Ровно столько сгорело свиней на ферме. Женщина рассказала, что после расстрела полицай снял с руки ее отца серебряные часы и сорвал с маминой шеи кулон. Этот кулон отец подарил маме на день рождения, янтарный камень, внутри которого была муха. Меня тоже должны были убить. Пожалели. Я прошу вас. Давайте съездим в Белую Церковь. Я покажу дом Просковьи. В этом доме во время войны квартировались полицаи. Хозяйка дома, Просковья, должна опознать Горевого. Я уверена. Лилия с оперативниками приехали в Белую Церковь, но их ожидало разочарование. Частный сектор, в котором 20 лет назад был дом полицаев, исчез, а на его месте вырос новый квартал хрущевок. Шестидесятые. Пора грандиозного строительства панельных домов. Один этаж дома за неделю скорость постройки впечатляет, а вот масштабы самой жилплощади не очень. Из-за их скромных размеров эти дома прозвали Хрущебами. Очевидцы рассказывают, что во время очередной торжественной приемки Хрущеву намекнули на тесноту санузла, на что Никита Сергеевич ответил, я пролез, и другие смогут. Это списки жильцов нового микрорайона в Белой Церкви. Оперативники подняли их, чтобы найти некую Просковью. Именно у нее жили полицаи во время оккупации города. В доме номер 5 по улице Полевой была прописана некая Просковья Никитична Смирнова 1895 года рождения. Просковья Смирнова жила вместе с дочкой. Девушка подтвердила, что во время оккупации у них в доме жили полицаи. В то время ей самой было два года. Просковья Никитична, вы узнаете этого человека? Вадик. Нет, это не Вадик. Его зовут Сергей. Сергей Горевой. Вы его помните? Вадик. Он жил у вас? Дочка рассказала, что Вадик имя ее отца. Два года назад Просковья Никитична упала с лестницы и сильно ударилась головой. С тех пор она практически никого не узнает. Путает имена, а когда видит любую фотографию, выкрикивает Вадик. А где ваш отец? Бросил нас. И вместе с немцами уехал в Германию. Оказалось, что муж Просковьи Никитичны был фотографом, работал в самом популярном в городе фотоателье. Когда в Белую Церковь пришли немцы, Вадим стал личным документалистом коменданта города. А фотографии сохранились? Мама почти весь архив сожгла. Что-то осталось, но совсем мало. Я могу увидеть эти фотографии? Да, сейчас принесу. Вадик! Итак, у следователя в руках оказался архив фотографа Смирнова. Немцы очень любили документировать каждый свой шаг. Они либо везли с собой фотографа из Германии, либо находили кого-нибудь известных фотомастеров. Среди этих фотографий следователь надеялся найти изображение электрика Горевого. Ну или какое-либо другое доказательство, которое помогло бы ему выйти на след полицаев. Нет, нет. А вот тут? Вот. Это он. Это Конюх. Вскоре электрика Горевого нашли еще на нескольких фотографиях. Вдруг у Дубравины перехватило дух. На одной из фотографий женщина узнала человека, который расстрелял ее родителей. К сожалению, лица этого полицая не было видно, только силуэт. Но Лилия никогда бы не перепутала его с другим. Низкий, худой, сутулый, с перекошенным плечом. Она как сейчас помнила, что после расстрела, прихрамывая, он пошел добивать ее родителей. В 1942 году во время оккупации родителей Лилии Дубравиной расстреляли полицаев. Девочке было всего пять лет. Через 23 года в квартиру Дубравиной зашел электрик, который прислуживал карателям. Следователь не спешит задерживать электрика Сергея Горевого. Он считает, что Лилия была слишком маленькой, чтобы запомнить полицаев. Женщина уговаривает следователя поехать в Белую Церковь. Она надеется, что в архиве фотографа Смирнова найдутся свидетельства, которые помогут выйти на след черного отряда. На фотографиях Лилия узнает палачей своих родителей. Казалось бы, обычное фото полицаи с винтовками на фоне дома под номером 90. Что же увидели следователи на этом снимке? Оказывается, в августе 41-го года в подвал дома номер 90 по улице Горького каратели загнали 19 детдомовцев. Несколько суток им не давали есть и пить. Чтобы не умереть с голоду, дети соскребли со стен глину и известняк. Через три дня полицаи спустились в подвал и всех расстреляли. Найти садиста, который совершил это зверство, стало делом чести. Этим же вечером следователь решил задержать электрика Горевого. Воснецов рассчитывал на то, что бывший конюх выведет его на главного подозреваемого. Творя, нож! Быстрее! спасти его не удалось. Ну что там? Поздно. Готов. Вызывай группу. Откуда Горевой мог знать, что за ним придут? Ответ был в записке. Первую ее часть он адресовал жене и сыну, вторую следователю. Я был молодым и слабым. Я просто хотел жить, а теперь не хочу, не могу. Никаких фамилий называть не буду. Не хочу, чтобы он стил моей семье. Горевой. Следователь Воснецов винил себя в том, что не сразу поверил Дубравиной. Теперь он просто обязан был найти человека, который расстрелял Лилиных родителей и на чьей совести вероятнее всего 19 детских жизней. Воснецов вдоль и поперек изучил архив фотографа Смирнова. Предполагаемый убийца появился еще на одном снимке. К сожалению, и здесь нельзя было рассмотреть лица карателя. Зато за спинами полицаев следователь обнаружил интересные надписи. У Воснецова появилась догадка. Чтобы ее проверить, следователь прочесал не одну конюшню в Белой Церкви, но все же нашел, что искал. В конюшне с тех пор мало что изменилось. На стене все еще висела доска, на фоне которой сфотографировались полицаи. Готре кондеба. Кандыба, Херес, Блях. Догадка Васнецова подтвердилась. Оказывается, чтобы не перепутать конскую сбрую, полицаи прибили к доске четыре гвоздя и выцарапали под ними свои фамилии. А может и клички. С этим еще предстояло разобраться. Итак, в руках следствия оказались фамилии или прозвища полицаев. Общей логики в надписях не прослеживалось. Горе. Это вполне могла быть кличка конюха Горевого. Кандыбы могли называть как хромую лошадь, так и хромого наездника. А вот Херес и Блях, это вполне могли быть фамилии, причем очень редкие. Следователь предположил, судя по фотографиям, полицая им было от 35 до 40 лет. То есть сейчас им 60. Ориентировки с фамилиями Блях и Херес были разосланы по городам Союза. Надежда на успех была, ведь несколькими годами ранее в стране прошла всесоюзная перепись населения. Первая после войны. Власть долго тянула с этим шагом, чтобы скрыть реальные потери в войне. Задача номер один – показать прирост населения. Для этого счетчики переписи добирались в самые отдаленные районы Союза. Первая весточка пришла из города Братска. Там на строительстве Братской ГЭС работал инженером Анатолий Павлович Херес. Он родился в Фастове, это в 40 километрах от Белой Церкви. В 1938 году его отца осудили и расстреляли за шпионаж. Анатолий Херес написал отказ от своего отца и переехал в Белую Церковь работать инженером. В 1941 году попал в плен и при отправке в Германию бежал, примкнул к партизанам. Следователь встретился с Хересом в московской телестудии. Анатолий Павлович был передовиком производства на самой главной стройке страны – Братской ГЭС. В этом качестве его и пригласили в телепередачу «Голубой огонек». «Огонек» – любимая программа советских зрителей. Она выходит несколько раз в год, к 7 ноября, 8 марта, но главный выпуск – новогодний. Тут были самые яркие звезды, самые смешные шутки. Тут были и первые спецэффекты. Рядом с актерами, певцами и космонавтами – передовики производства. Тоже своего рода звезды. Анатолий Павлович, скажите, пожалуйста, что вы делали осенью 1942 года? Я был членом партизанского отряда «Грозный». И всю осень 1942 года был в блиндаже. Это точно? Точно. А почему же в вашем личном деле об этом ничего не сказано? Октябрь 1942 года выдался очень холодным. Отряд Хереса уже второй месяц находился в укрытии. Холодно. Может, печь затупим? Засечь мог? Да ну! Замерзнем ведь. Анатолий Павлович уговорил своего товарища затопить печь. И все. Так-то веселее. А через пять минут немцы засекли дым и начали обстреливать лагерь из минометов. Засекли! Сейчас! Сейчас саду погоня! Стой! Куда? Куда? Когда огонь орудий стих, Херес выбрался из блиндажа наружу и обнаружил тело убитого друга. Анатолий Павлович никогда не вспоминал своего партизанского прошлого, потому что винил себя в смерти однополчанина. Показания Хереса подтвердили его сослуживцы. Во время расстрела детдомовцевы, когда убивали родителей Лилии Дубравиной, Анатолий Херес находился в другом месте. В Кременских лесах ворошилвоградской, ныне Луганской области. Новый след повел следователя в Оркутинский спецлагерь. Там отбывал наказание осужденный к 25 годам каторжных работ Василий Блях. Василия выдало внешность. Даже 20 лет спустя в нем узнавался тот самый полицай с пожелтевшей фотографией. Юрий Сергеевич рекомендовал Бляху вспомнить и в деталях рассказать, чем он занимался осенью 1942 года. Был в Белой. Полицаем помогал. Так, по мелочи. Ничего криминального. По глупости, начальник, по глупости. Кто это? Следователь объяснил, что Бляху лучше ничего не скрывать. Особенно все, что касается хромого человека на фотографии. А будешь юлить вместо оставшихся четырех лет? Получишь вышку. Горевой. Хирис. Это... Кандыба. Блях рассказал, что сутулый человек на снимке Леонид Кандыба. Причем Кандыба – настоящая фамилия полиция. А хромает с детства. После того, как упал на льду. Родился Кандыба в Черкасской области. Чем занимался до войны – непонятно. Скрытный был. Почти ничего никому не рассказывал. Как и где вы с ним познакомились? В 1942-м он к нам в лагерь военнопленных приехал. Людей для своего отряда набирать. Кандыба выстроил пленных в шеренгу, отошел на 10 шагов и поставил на пол миску с мясом. Ну что стоим? Побежали! Побежали трое – Блях, Горевой и Херис. Первым до миски добрался Херис, но Кандыба не дал ему поесть. Трое у вас пойдет ко мне в отряд. А с тобой мы сейчас поговорим. Так в черный отряд вошли Блях, Горевой и Херис. Пленного, который не побежал за котелком, Кандыба расстрелял. Ему нужны были бойцы, готовые перегрызть глотку за еду. И концы в воду. Благодаря показаниям Бляха удалось установить и личность Хериса. Херис – это кличка в честь крепкого испанского вина. Настоящее имя Михаил Покутный. В 37-м он воевал на стороне республиканцев в Испании. Был награжден медалью. Хотя эта медаль сыграла с ним злую шутку. Так ты говоришь, в испальне служил, да? Было в 37-м. Да, республиканцев. Даже медаль получил. Да ну? Да. Серьезно? Да. А что, родственники есть, дети? Мамка есть. Жена есть. Нет, детей нет. Так что, выбьем туда за Хериса, за героя нашего, за врага генерала Франко. Мамка есть. Держи. Так было надо. Хороший был мужик. Кандыба подошел к еще живому Херису, снял с него серебряные часы и сорвал с шеи янтарный кулон матери Лили Дубравиной. Затем пошарил по карманам и забрал документы. С тех пор Леонид Кандыба стал Михаилом Покутным. Хорошие документики. То, что надо. О, воно. Невцы, все будет хорошо. Давай выпьем. Потом мы с Кандыбой бежали в Крымке. Там его отец шил. Так Кандыба хитрый. На хлебзавод устроился работать. А я опять к полицаям по глупости. За что и поплатился. В декабре 37-го с Испании вернулся. Свободен. Медальку наградили меня за бой при Эбро. Фамилия имелась? Блях Василий Петрович. Честно говоря, даже не знаю, как живой остался. Кантузило меня. Вот это теперь Кандыбаю. После проверки всех разделили на две группы. Шишкин налево. Туровский направо. Блях направо. Лазаренко налево. Кандыба очутился в шеренге жителей, незамешанных в связях с гитлеровцами. А вот Блях попал к полицаям, дезертирам и власовцам. В 1942 году во время оккупации родители Лилии Дубравиной расстреляли полицаев. Девочке было всего пять лет. В ходе следствия выяснилось, что палачом ни в чем не повинных людей был Леонид Кандыба. Он же убил 19 детдомовцев. Следователь вышел на Василия Бляха, подручного Кандыбы, который рассказал, что теперь бывший полицай живет под именем Михаил Покутный. Итак, следователю удалось узнать, где Кандыбу видели в последний раз. Село Крымки. Скорее всего, после проверки он попытался скрыться. А вот согласно все той же переписи населения, его отец все еще жил в этом селе. И оставалось надеяться, что Кандыба-старший по-прежнему жив и находится в здравом уве. Василий Акимович, откройте. Слушаю. Насчет вашего сына надо поговорить. Заходите. Кандыба-старший рассказал, что уже 20 лет не видел сына. Где он и чем занимается, не знает. Если он меня, как отца, забыл, так и мне не нужен такой сын. А фотографии остались? Нет, не остались. Пожар у меня был. Все сгорело дотла. Ясно. Спасибо. Дед, а где рыбку-то взял? А, рыбку? Так это родственники из Николаева передали. Понятно. До свидания. До свидания. Следователю повезло, что в тот день с ним у Василия Кандыбы был оперуполномоченный носом, заядлый рыболов. Это рыба. Байкальский омль. Байкал – это единственное место, где она водится. Ясно. Значит, старик нам уйдет. Омуль был такой же визитной карточкой Советского Союза, как цирк, балет и космонавтика. В 66-м эту редкую рыбу даже изобразили на почтовой марке. Щедрые жители Прибайкалья несколько раз в год отправляли благодарным родственникам посылки с сушеным или вяленым омулем. Все, кто жил в Советском Союзе, помнят этот волнительный момент, когда в почтовый ящик приходило извещение о посылке. В те времена в посылках частенько передавали еду, консервы, соленье и даже свежее мясо и птицу. Для этого нужно было обернуть продукты в просоленную холщовую ткань, а в ящике проделать дырки. Кстати, народ предпочитал ящики из фанеры. С них легко можно было стереть адрес и использовать повторно. Утром следователь пошел на почту. Там Васнецову рассказали, что уже много лет осенью Кандыба-старший получает посылки. Идут они из одного и того же места. Гремячинска. Центра Байкальского рыбного промысла. Следователь надеялся, что в графе «отправитель» увидит фамилию Покутный. С документами на эту фамилию в последний раз видели полицая. Но не тут-то было. А кто отправитель? Вот каждый раз разное. Попугин, Дураков, Осинцев, Варзин. Попугин, Дураков, Осинцев, Варзин. Оригинально. По отдельности эти фамилии не вызывали ни у кого подозрений. Но когда они стали в один ряд, следователь легко подобрал ключ к разгадке. Это фамилии игроков сборной Советского Союза по хоккею с мячом. Сейчас мяч перехватил Евгений Попугин, лучший нападающий нашей команды. Николай Дураков на 36-й минуте все же прорывает оборону передача и Осинцев открывает счет. Стало понятно, что посылки Кандыби-старшему отправлял хоккейный болельщик. А вот кем был этот таинственный отправитель, дед признаваться не хотел. Следователь отправился в Гремячинск. Оттуда шли все посылки. Бескрайняя тайга. Отличное место, чтобы затеряться. Воснецов надеялся, что именно там найдет Кандыбу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, что-то вы не по погоде одеты, товарищ следователь. Да, я и сам уже вижу это. Скажите, а где у вас тут магазин сапоги хочу купить? Женщина рассказала, что магазин приезжает к ним раз в неделю по воскресеньям. И так как сегодня понедельник, то ждать придется еще дней пять. Поэтому лучше купить обувь у сапожника. Спасибо. Именно так я и сделаю. Знаете, а я ищу тут мужчину лет 60. Частенько у вас, бывает, посылки приносят. У вас же тут все друг друга знают. Может быть, вы мне поможете его найти? Гремячинск. Небольшая рыбацкая деревушка на 100 дворов. Следователь был уверен, что здесь все друг друга знают. Но сотрудница почты огорчила Воснецова. Не знаю я всех. Наш почтальон по вторникам и пятницам объезжает все деревушки в радиусе 200 километров. И собирает у всех письма и посылки. И все свозит сюда, на почту. Так что всех я не знаю. А следующий объезд через два дня? Да. Знаете, я ищу человека, который хромает. К вам приходит кто-нибудь хромой? Женщина сказала, что среди местных хромота не особая примета. Вокруг бывшие военные, лесорубы, рыбаки. А пофамильно можно? Можно. Давайте записывать. Конечно, запишу. Так, Степанов. Степанов ему осенью на ногу трактор наехал. Почтальонша стала перечислять фамилии, попутно рассказывая, где и при каких обстоятельствах человек стал инвалидом. А Федотов выпрыгнул со второго этажа. У них пожар был. А так все. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Следователь понял, что застрял здесь надолго. И для начала не мешало бы сменить туфли на сапоги. Сапоги почти новые. Продам за полцены. От магазина. Беру. Плюс ваши туфли. А если без туфлей? Ну, тогда как новые. Так они же не новые. Он принес? Проходи. Пока следователь выбирал себе обувь, к сапожнику зашел посетитель. Молоденький парнишка. Он достал из свертка мужские сапоги и отдал их мастеру. Следователь обратил внимание, что каблук на левом сапоге намного более изношен, чем на правом. Такое обычно случается у хромых людей. Но парень не хромал. Значит, он принес в ремонт не свои ботинки. Передай своей матери, пусть ее хромоногий аккуратнее ходит. Обновы она ему покупает, а на почте много не заработаешь. Степанов. Степанову прошлой осенью трактор на ногу наехал. Костыра работал сапером и подорвался на мине. Оказалось, что к сапожнику зашел сын почтальонша. Он занес в ремонт обувь маминого сожителя. Да, да, я буду во вторник. Передавай дедушке привет. Девушка, откуда у вас этот кулон? А вам это зачем? Понравился. Жене хочу такой же купить. Ну, вы такой же не найдете больше. Это вещь ручной работы. Мне муж подарил. Видите, там мушка. Говорит, что я назойливая, как муха. А почему вы не сказали, что ваш муж тоже хромает? Детя Федя был очень хорошим другом моего папы. Но когда отец умер два года назад, он начал жить с нами. А как он к тебе относится? Как относится? Бьет меня он. Так все, я дальше не пойду. Вон, лодочная станция. Вот там его ищите. Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Леонид Кандыба, вы арестованы. За что? Вы подозреваетесь в убийстве семьи Дубравиных и девятнадцати детей. Не может быть. Я в это не верю. Руки! ПОДПИСМЕНТЫ Руки! Поднял! И топор выбросил! Вот он, Леонид Кандыба. Двадцать три года спустя он все же предстал перед судом за свои злодеяния. Против него свидетельствовали Лилия Дубравина и Василий Блях. Бывший полицай Кандыба бил на жалость. Рассказал, что когда был ребенком, дети часто подшучивали над ним, смеялись над его хромотой. Кандыба говорил, что и таким жестоким его сделали окружающие. Суд приговорил Леонида Кандыбу к расстрелу. Вердикт был встречен аплодисментами в зале суда. Лилия Дубравина до самой пенсии проработала в школе. До последних дней она не расставалась с кулоном своей мамы. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 1951 год. Историю, о которой пойдет речь, вы не найдете в криминальных крониках тех лет. Это расследование было засекречено. Объявить официально о том, что на территории страны орудуют маньяк, было просто недопустимо. Но сейчас мы уже можем рассказать эту мрачную историю, которая произошла в самом центре Киева. Все началось с того, что в собственной квартире была найдена убитой 44-летняя одинокая женщина Анна Лебедева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тело убитой обнаружили ее соседка и мужчина, который пришел к Лебедевой в гости. 36-летний Семен Каплин встречался с Анной, собирался на ней жениться. В тот день он появился на пороге квартиры, возлюбленной около 11 часов вечера. Но ему никто не открыл. Каплин постучал в дверь соседки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. А, извините, вы не знаете, Аня дома? Должна быть дома. Я недавно слышала музыку и голоса из ее квартиры. Музыку? Голоса, да? А сейчас тихо, и никто не открывает. Странно. Действительно странно. Может, случилось что? Может, и случилось. Вы знаете, Аня мне оставила ключи в квартире. Хочется, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте. Музыка. Голоса. Аня? Аня? Аня, ты дома? Аня? Аня? Эксперты определили, что Лебедева погибла примерно за час или два до того, как обнаружили ее тело. Женщина была изнасилована. Убийца задушил свою жертву руками. Вести это дело доверили одному из самых опытных следователей Киева, Анатолию Ивановичу Корпенко. Погибшая, видимо, знала убийцу. Она сама впустила его к себе в квартиру. Они пили вино и слушали музыку. На столе оставалась недопитая бутылка белого грузинского гурджаани и начатая коробка конфет. Следов нет? Все уничтожил. Среды на бутылке, среды на бокале. Даже окурки забрал. А что это за белый налет? Сложно сказать. Лаборатория поколдует. И узнаем. Ну, понятно. Никто из жителей дома не видел незнакомца, который выходил из подъезда. Соседка Лебедевой, пенсионерка Ольга Ивановна Кириченко, рассказала, что в тот вечер музыка из квартиры Анны затихла около 22.30. А Каплин во сколько пришел? Ну, примерно минут через 20-30 после того, как затихла музыка. В руках у него была бутылка красного вина. Мужчина казался чем-то расстроенным. Я думала, он мириться пришел. Они накануне с Аней скандалили сильно. Все! Можешь не приходить сюда больше! Я не хочу тебе больше... Я убью тебя! Слышишь? Я даже милицию думала вызывать. Потом все стихло. Он ушел. Следователь поинтересовался, мог ли в вечер убийства в квартире Лебедевой быть еще кто-нибудь, кроме Каплина? Да, слышала мужской голос. Каплина? Или кого-то еще? Вроде бы не его, а может, его. Вы знаете, затрудняюсь сказать. Первым под подозрение о сыщиков попал ухажер Анны Семен Каплин. Карпенко рассуждал. Семен курит. Вот откуда мог быть пепел в пепельнице. Ведь сама Лебедева не курила. Это подтвердили все. Кроме того, у Каплина мог быть мотив совершить преступление. Он хотел вернуть бросившую его женщину. При этом Каплин мог без особого труда попасть в ее квартиру. К тому же он был первым, кто появился на месте преступления, а за день до трагедии угрожал погибшей Лебедевой. Можете быть свободны. Наташенька, что у тебя? Заходи. Все запахло. Укаплено первое положительное. Простите, а что происходит? Все-таки вам придется у нас остаться в камеру его. То есть как в камеру? Вы не имеете права. По остаткам спермы, обнаруженной на теле убитой, эксперты определили группу крови насильника. Она была такая же, как и у Каплина. Поехали. Проверим кое-что. У человека кровь и выделения, в которых содержатся белки, всегда совпадают по так называемой антигенной системе. Проще говоря, по сперме или слюне можно определить группу крови ее носителя. Этот факт криминалисты начали использовать с 1900 года, когда система групп крови впервые была обнаружена и описана австрийским ученым Карлом Ланштейнером. Но в 1958 году итальянский ученый Джузеппе Марганти предложил термин «парадоксальное выделительство». Он описал гипотетические случаи, когда означенного совпадения может и не быть. Например, при определенных бактериальных инфекциях или генетических особенностях человека. Позже эту гипотезу опровергли и доказали, что никакого парадоксального выделительства не существует. Все несовпадения происходили из-за некачественно проведенных анализов. Именно теории итальянского ученого оправдывали свою халатность эксперты, которые в 1984 году проводили анализы спермы одного из самых известных маньяков – Андрея Чикатило. Их фатальная ошибка в определении группы крови позволила тогда Чикатило избежать ареста. И за 6 лет до второго ареста он успел убить еще 21 человека. Допустим, он шел мириться, чтобы возобновить отношения. У него в руках бутылка вина. Они присели. Присядь, присядь, присядь. Он наливает даме, себе. Но, конечно же, он расслабился. Его повело. Его начинает Клебедевой приставать. Она ему отказала. Тогда разгневанный мужчина в порыве ярости изнасиловал и задушил свою подругу. После этого он вытирает везде отпечатки. Сел, успокоился. И, чтобы уничтожить следы преступления, ворует золото, брюлики. Каплин хорошо ориентировался в доме. Он мог выйти незамеченным из квартиры, захлопнув за собой дверь. Конструкция дверного замка позволяла это сделать. Потом вернулся, позвонил соседке. Сказал, что Аня не открывает. Соседка открыла двери, а там труп. Правда, в эту теорию не вписывался один факт. Каплин звонил к соседке, держа в руках букет цветов и бутылку крымского когора. По прикидкам Карпенко, у Семена было минут 30 на поиске новой бутылки и цветов. После 10 вечера все магазины в окрестностях были закрыты. Пришел сразу с двумя бутылками. Опять же, опять же, они не первый день встречаются. Зачем ему в одной руке гурджиани, а в другой когор? Да, действительно, за день до убийства я был у Ани. И мы поругались. Но я ее не убивал. А вот гражданка Кириченко, соседка Лебедевой, утверждает, что вы ей угрожали. Да нет же, нет, она все не так поняла. Да и не так запомнила старая маразматичка. Я сказал, что я убью ее, а потом убью себя. Да, я это уже слышал. А когор-то вы где купили? Каплин утверждал, что бутылку крымского когора, с которой он пришел к Лебедевой в день убийства, он купил днем в районе Шулявки. Карпенко нужно было проверить показания, которые задержанный Каплин дал на допросе. Поэтому следующий день он решил потратить на выяснение того, в каких магазинах Киева продавали крымский когор и гурджиани. Традиционно вино гурджиани изготавливалось по старинной кахетинской технологии из белых сортов винограда, ркацетели и мцваны. После дробления виноградный сок переливали в специальные глиняные кувшины – квейри. Кувшины после этого вкапывали в землю по самое горлышко, что давало возможность контролировать постоянную температуру брожения вина. Вино выдерживали в таком состоянии полтора месяца, после чего переливали в дубовые бочки для окончательной трехлетней выдержки. С начала 20 века технологию упростили. Промышленным способом вино гурджиани в Грузии начали производить с 1943 года. Но утром план исследователя нарушила незнакомая женщина, которая назвалась Светланой Рубановой. Извините, вы следователь Карпенко? Да, я Карпенко. Что вас интересует? Понимаете, я невеста Семена Каплина. Светлана рассказала, что они с Семеном встречаются уже 8 месяцев и собирались расписаться. От соседа Семена по общежитию Светлана услышала, что ее жениха обвиняют в каком-то убийстве и пришла узнать, что же случилось на самом деле. Гражданка, я не могу открывать тайну следствия, но скоро вы сами все узнаете. Появление невесты Каплина заставило Карпенко временно отложить поиски магазина, где было куплено вино, и вплотную заняться личностью Семена Каплина. Каплин приехал в Киев полтора года назад из Харьковской области. Устроился водителем на завод «Большевик», получил место в заводском общежитии. Родственников Киеве у него не было. Единственным человеком, с которым Семен сдружился, был его сосед по комнате Николай Ступак. Он и помог следователю понять, как Каплин строил отношения со своими женщинами. Степан парень шустрый, искал бабу с отдельной квартирой. После войны у нас полно одиноких. Вот он и решил таким способом решить свой личный вопрос. План охотника за метрами был прост. Каплин собирался жениться, прописаться в квартире жены, а через пару лет потребовать развода и размена жилплощади. Лебедеву он считал более выгодным вариантом. То есть, насколько я понимаю, он встречался одновременно и с Лебедевой, и с Рубановой? Да, сразу с двумя. Ждал, с какой повезет. Лебедева то ли раскусила его, то ли другого нашла. И решила Семена бросить. Николай был уверен, что его друг не терял надежду вернуть обладательницу квартиры в центре украинской столицы. До свидания. Проверка магазинов в городе дала неожиданный результат. Оказалось, что грузинское гурджиане, найденное в квартире убитой в то время, в Киеве не продавалось. А вот крымский когор Семен Каплин действительно мог купить в гастрономии на Шулявке. Откуда же взялось грузинское вино? Субботним утром пришло сообщение о новом убийстве. Убита 43-летняя Валентина Матвиенко. Изнасилована и задушена в собственной квартире. Преступник опять оставил пустую бутылку гурджане, вытер все отпечатки пальцев и забрал окурки из пепельницы. И опять на дне бутылки был четко виден белый налет. Марина из лаборатории сегодня заключение передала. Это соленая вода. Кто-то на бутылке пролил, оно высохло и налет получился. Почему сразу не сказал? С этой мокрухой совсем из головы вылетело. Вылетело. Следователь Карпенко не верил, что тут мог действовать имитатор. И случайным совпадением это тоже быть не могло. Похоже, Каплина нужно отпускать. А расследование начинает сначала. В своей квартире убита киевлянка Анна Лебедева. Преступник не оставил следов, тщательно вытер отпечатки пальцев, забрал окурки. Единственной зацепкой стала пустая бутылка грузинского вина гурджане со странным белым налетом на внешней стороне. По подозрению в убийстве следователь задерживает знакомого Лебедевой Семена Каплина. Но он оказывается мелким авантюристом, который знакомится с женщинами с целью жениться и претендовать на часть их жилья. Следующее убийство с таким же почерком окончательно убеждает следователя. Каплин ни при чем. Его надо отпускать. Осмотр квартиры производили максимально тщательно. Есть след. Когда гость Валентины придвигался к столу, он взялся за поперечину внизу на стуле, оставив четкие отпечатки пальцев правой руки, а уходя, видимо, забыл их стереть. Появилась первая существенная улика. Хорошо. За неделю в городе произошло два схожих убийства, а реальных подозреваемых не было. Нужны были новые версии. Первым делом требовалось найти то, что объединяло эти два преступления. Оба совершены в пятницу вечером. Убитые женщины жили в одном районе, рядом с университетом. Были одного возраста, одинокими и по виду довольно состоятельными. Обе имели отдельные квартиры. Казалось, больше совпадений нет. Но вдруг Карпенко вспомнил, что еще показалось одинаковым в квартирах обеих жертв. У них были установлены новенькие газовые водонагреватели. Колонки. По тем временам этот прибор был большой редкостью. Еще в 1868 году в Лондоне художник по имени Бенджамин Ведди Моэн изобрел первый домашний проточный водонагреватель, который работал на газе. Он назвал его гейзер в честь исландского горячего источника. А в конце 19 века немецкий ученый Хуго Юнкерс создал газовую колонку, вид которой менялся. А принцип действия остается таким же, как и был почти 150 лет назад. В Советском Союзе история появления газовых водонагревателей начинается только после Второй мировой войны. В 40-х годах в Ленинграде и Нижнем Новгороде появились предприятия по выпуску бытовых газовых приборов, а в 50-м на этих заводах наладили выпуск первых советских газовых водонагревателей. Тогда в многоквартирных домах они заменили твердотопливные котлы, которые в народе называли «титанови». Карпенко предположил, что по обоим адресам мог работать один и тот же сотрудник газовой конторы, который производил замену титана. Да, по этим адресам у нас недавно были установлены колонки. Сейчас, минуточку. Лебедева, Лебедева. Лебедева две недели назад, а Матвиенко четыре дня назад. Мне нужны фамилии всех мастеров, которые работали по этим заказам. Сейчас. Бригада, которая обслуживала этот район, состояла из пяти человек. Двум слесарям было уже под 70. Один 20-летний выпускник ремесленного училища, 66-летний бригадир и 42-летний слесарь Григорий Сытник. Последний устанавливал газовую колонку в квартире у Валентины Матвиенко, а раньше у Лебедевой. Именно Сытник заинтересовал следователя. Бывший фронтовик, жил один в общежитии. Пока был на фронте, жена с ним развелась и лишила его прописки. По учетной карточке в военкомате удалось выяснить, что у Сытника была первая группа крови резус положительный. Карпенко решил допросить мастера. Вечером следователи нагрянули к уже отдыхавшему слесарю Киевгаза. Не на шутку взволнованного Сытника доставили в управление. Там у него взяли отпечатки пальцев, но допрос решили отложить до утра, оставив Григория ночевать в камере предварительного заключения. Оказалось, что отпечатки пальцев, найденные на стуле в квартире убитой Матвиенко, принадлежали слесарю Сытнику. В квартире убитой Матвиенко на стуле возле трупа обнаружены твои отпечатки. Так что давай, рассказывай. Так а что рассказывает? Был я там. Мы газовую колонку там устанавливали с помощником. Они подключили нагреватель, и Сытник отправил парня обратно в контору. А сам остался настраивать колонку. Сделал он так намеренно, ожидая, что хозяйка немного приплатит. А делиться с учеником Григорий не хотел. Но в тот день вместо денег, в качестве благодарности за хорошую работу, его ждал чай с тортом. Григорий не стал отказываться. А не откажусь. Видимо, тогда слесарь и оставил отпечатки пальцев на стуле. По словам Сытника, больше с этой женщиной он не встречался. А где ты был предыдущей пятницы? Можешь вспомнить? В пятницу, конечно, могу. Я каждую пятницу отмечаю конец рабочей недели. Это ж пятница. В пятницу отдохнуть вечером надо. Позапрошлую пятницу, когда произошло убийство Анны Лебедевой, Сытник выпивал дома один. Знал, что в субботу внеурочно пойдет на работу. А вот в следующую пятницу он до одиннадцати вечера с друзьями пил пиво на провязной. До которого часа пили? Где-то часов в десять нас из пивной турнули, но мы со Степанычем еще целый час на лавке возле школы курили. Да, пил я с ним прошлую пятницу. До одиннадцати пили? Ну, я точно не помню. То ли до одиннадцати, то ли до десяти. Но в чем бригадир был точно уверен, так это в том, что Сытник не способен на убийство. Откуда такая уверенность-то, а? На бабу от зуб, конечно, и нет. Его жена, сука, пока он воевал, кровь проливал, она его кинула. Но чтоб убить? Нет, нет, нет. Угу. Понятно. Вот здесь, с моих слов записано верно, ставим подпись. Карпенко решил Сытника отпустить под подписку и распорядился установить за ним наблюдение. Очередная пятница принесла новое убийство. На этот раз жертвой стала 45-летняя Наталья Елисеева. Все обстоятельства идентичны с предыдущими убийствами. Только район преступления другой. Первые две жертвы жили в отдельных квартирах рядом с ботаническим садом. А вот третья проживала в коммуналке в районе Евбаза, нынешней площади Победы. Следователи теперь были уверены, что они имеют дело с серийным убийцей. Руководство срочно приказало засекретить расследование. Термин «серийный убийца» появился в конце 19 века и был впервые применен к Генри Говарду Холмсу. Маньяк построил так называемую «Чикагскую фабрику смерти» – отель под названием «Замок», которым только за период Чикагской ярмарки 1893 года пропало 50 туристов. На суде, когда речь заходила о количестве жертв Холмса, первое время звучала цифра 20. Но после вскрытия «Замка смерти» заговорили о как минимум 350 убийствах. Сам Холмс сознался лишь в 27 из них. Суд приговорил Холмса к смертной казни через повешение. Последней просьбой приговоренного было похоронить его в бетоне, чтобы никто не смог откопать его и глумиться над телом, как он когда-то глумился над своими жертвами. Эта просьба была удовлетворена. Расследования серийных убийств во все времена были сложны для сыщиков. Самым эффективным способом расследования, как это ни печально звучит, является ожидание новых преступлений. Только они дают дополнительную информацию о логике действий маньяка и способу выбора жертв. Иногда на это уходят годы. В своей квартире убита киевлянка Анна Лебедева. Преступник не оставил следов. Тщательно вытер отпечатки пальцев, забрал окурки. Единственной зацепкой стала пустая бутылка грузинского вина Гурджиани со странным белым налетом на внешней стороне. В следующую пятницу в квартире того же района убита Валентина Матвиенко. Следователи ищут сходные признаки двух преступлений и проверяют мастера газовой конторы, чьи отпечатки остались на кресле в доме второй жертвы. Смерть третьей женщины при сходных обстоятельствах стала доказательством того, что в городе орудует серийный убийца. В квартире Елисеевой не нашли ничего такого, что могло бы помочь вычислить преступника и продвинуть расследование. Убийца опять оставил свой дежурный набор. Бутылку гурджуани с белесым налетом на донышке и пепельницу без окурков. И опять никто не видел таинственного вечернего визитера. Я слышала, как Елисеева пришла домой. В котором часу это было? В часов 11 вечера. Пожалуйста, вспомните, она пришла одна или с кем-то? С мужчиной. На лице не видела. Я попрошу вас вспомнить все детали, все малейшие подробности. Поверьте, для следствия это очень важно. Хорошо. Я была на кухне. Соседи, убитые Елисеевой, утверждали, что после работы ее не видели. Она появилась лишь после 23.30. Соседка Евдокия Груздева столкнулась с ней на кухне. Как дела, Наташенька? Вижу тебя гости. Да так, просто знакомый зашел. Ну-ну, приятного чаепития. Спасибо. Больше я ее не видела. Она ушла. Ну все, я понимаю. Так, будьте любезны, внизу. С моих слов записано верно и подпись. Когда ушел гость, никто из соседей не заметил. Убитую нашли только утром. Где, а главное, с кем провела вечер пятницы перед убийством Натальи Елисеева, сыщикам еще предстояло выяснить. Карпенко, слушаю. Неожиданно Карпенко позвонили из института, где работала Елисеева. Сотрудница отдела кадров сообщила, что погибшую разыскивал известный киевский писатель. Он пытался узнать ее адрес и номер телефона. Наташенька была очень хорошим человеком. Аккуратная, пунктуальная. Она все помнила, никогда не опаздывала. Писатель рассказал Карпенко, что он договорился с Елисеевой о работе у него на дому. Она перепечатывала его рукопись. Приходила Наталья обычно к семи и работала около трех часов. Но в субботу не пришла, хотя накануне, пятницу вечером, обещала. Вспомните, пожалуйста, во сколько Елисеева от вас вышло пятницу? Ну, это я помню абсолютно точно. Наташа ушла из моей квартиры ровно в 21.50. Вы уверены? Абсолютно. Спасибо. Квартира известного литератора, где в последний раз видели Елисееву, находилась через дорогу от ботанического сада. Она должна была обязательно пройти через него, возвращаясь домой. Через этот парк домой всегда ходила и Анна Лебедева. Часто там гуляла и Валентина Матвиенко. Следователь решил, что, скорее всего, ботанический сад и есть местом охоты киевского душителя. А вечер пятницы – это его любимое время. Кроме этого предположения, больше сыщикам хвататься было не за что. Вопрос о создании в Киеве ботанического сада поднимал еще в начале 30-х годов 19 века архитектор Викентий Беретти, по проекту которого возводился Киевский университет Святого Владимира. Беретти предложил разбить сад на пустынной территории, прилегающей к университету. Для этого из ботанического сада Кременецкого лицея в Киев были перевезены 513 растений, которые временно разместили в царском, ныне городском саду. Однако из-за отсутствия средств закладка была отложена на 5 лет. Официальной датой основания Киевского ботанического сада считается 22 мая 1839 года, когда его первый директор, завкафедрой ботаники Киевского университета Рудольф Траут-Феттер, стал садить первые растения. Сейчас в коллекциях ботанического сада насчитывается около 9 тысяч видов, разновидностей, сортов и форм растений. А коллекция кактусов, например, была крупнейшей на территории Советского Союза. Приближалась очередная пятница. В ботаническом саду уже дежурили переодетые сотрудники УГРО. Но Карпенко понимал, что недостаточно просто отправить в парк оперативников. Ему нужна была подсадка. Ну как, вы подумали над моим предложением? Анатолий Иванович, я не против, но я сильно боюсь. Не волнуйся, мы будем постоянно рядом. Хорошо. Я все сделаю. Следователь понимал, что малейшая ошибка может стоить Татьяне Тарасенко жизни. Инвентарь для охоты на маньяка Карпенко собирал по всему управлению. Для Татьяны достали модный легкий плащ и красивую сумку. Золотую цепочку с крупным кулоном Карпенко взял из дома. Толя, иди пить чай. Иду, иду. Что там у тебя случилось? Запонки искал. Жену в известность не ставил, чтобы не получить нагоняй. Надеялся, что пару дней она ее не хватится. Поможешь одеть? Да, конечно, помогу. Тревожный вечер пятницы наступил. Тарасова сидела на лавочке и читала книгу. На коленях у нее был букет хризантем. Взять с собой именно хризантемы придумала сама Татьяна. Она где-то читала, что это знак одиночества. Под теорию знаков попали и красные туфли, которые должны были говорить о ее готовности к новому знакомству. Надеть такую яркую обувь рискнула бы далеко не каждая женщина. Это выглядело почти вызывающе. Вскоре к Татьяне подсел хорошо одетый мужчина и представился Михаилом. Вас свободно? Да, пожалуйста. Красивые туфли. Спасибо. Наверное, ждете кого-то? Нет. Знаете, так скучно. Так хотелось с кем-нибудь пообщаться. Но стало очень прохладно. Поэтому пора идти домой. А может, позволите вас провести? Ну, а почему бы нет? Тогда прошу. Они не спеша пошли. Карпенко брянулся на квартиру, где была засада. Я когда вас издалека увидел, сразу понял, что надо подойти. Тарасенко уже минут 40 пила чай с новым знакомым. Тот много говорил на пустяковые темы и как будто никуда не торопился. Михаил, скажите, а вы сможете добраться домой? Ну, уже очень поздно. Так я могу и тут остаться. Да отвали! Дура, что ли? Зачем ты туда приглашала? Стоять, слула! Любителем вечернего чаепития оказался 38-летний учитель музыки Михаил Линевич. Он объяснил, что его жена получила профсоюзную путевку в санаторий и уехала туда на две недели. Он же решил устроить себе небольшое приключение. Вчера вечером после занятий решил прогуляться в ботаническом саду. Ну, там, познакомиться с кем-то. И эту в красных туфлях сразу заметил. Так и она меня почти сразу на чай пригласила. Ну, а дальше вы знаете. Учитель музыки никак не подходил на роль пятничного душителя. Его отпустили, взяв с него обещание никому не рассказывать о вечернем приключении. Впрочем, это было и в его интересах тоже. А оперативникам предстояло выйти на охоту еще раз. В следующую пятницу Татьяна пробыла в ботаническом саду до темноты, но безрезультатно. За весь вечер к ней никто так и не подошел. Прождав на лавочке с книгой несколько часов, она пошла на квартиру, где ее ждал Карпенко. Ну, ничего. Может, в следующую пятницу поймаем? Да. Спасибо, Таня. Я проведу вас. Нет, спасибо. Тут недалеко. До свидания. До свидания. Карпенко еще перекурил с дежурившими на квартире оперативниками, потом отпустил их, закрыл входную дверь и сел в служебный москвич, который нужно было еще отогнать в гараж. Тут он вспомнил, что забыл забрать у Татьяны цепочку своей жены. Он решил сделать небольшой крюк и заскочить к Тарасенко домой. Добрый вечер. Здравствуйте. А кто вам нужен? Я к Тарасенко. К Танечке? К Танечке. Молодой человек, по-моему, вы уже опоздали. У нее как раз мужчина. Вы дома! Помогите! Стоять! Стоять! Невероятное везение сохранила Татьяне Тарасенко жизнь. Приманка на маньяка все-таки сработала, и убийцу смогли задержать. Им оказался 52-летний ленинградец Игорь Соломатин. Он был начальником поезда Ленинград-Киев. Его поезд пребывал еженедельно утром в пятницу и отправлялся назад в субботу. В пятничные вечера Соломатин коротал в ботаническом саду, высматривая одиноких, хорошо одетых и симпатичных женщин. Гражданин Соломатин, при осмотре вашего служебного купе были обнаружены эти вещи. Также было найдено вино с характерным белым налетом на дне. А вот заключение судмедэксперта, в котором говорится, что данный белый налет совпадает с налетом на винах, на бутылках, которые были оставлены на местах преступления. После недолгого запирательства задержанный начальник поезда под давлением предъявленных улик признался в убийствах. Он надеялся, что признание поможет ему избежать смертной казни. Соломатин рассказал, что во время войны он работал на железной дороге и как-то раз стал свидетелем самоубийства. Одна из его сотрудниц повесилась, и ему пришлось вынимать ее из петли. Тогда он в первый раз ощутил странное мимолетное чувство, похожее на возбуждение. В последующие годы он часто вспоминал это происшествие и всякий раз ощущал необъяснимое волнение. Появилась навязчивая мысль об убийстве, и он решился. Его поезд приходил в Киев раз в неделю. По случаю в Ленинграде Соломатин купил ящик хорошего вина и взял с собой гражданский костюм. Познакомиться с женщиной и напроситься к ней домой на чай оказалось очень просто. Он был привлекательным мужчиной. По словам насильника, грабил он для отвода глаз. Но ценные вещи, похищенные в домах жертв, сбывал подальше от Киева. После третьего убийства я заметил, что ботанический сад забит ментами. Понял, что меня ищут. Я даже вашу подсадную утку вычислил. Наблюдал, как на удочку попал какой-то мужик. Соломатин тогда не пожалел времени и проследил за Тарасенко до ее реального дома. Так а что ж ты не ушел, а? В следующую пятницу убийца продумал новый план. Елки-палки. Давайте помогу. Спасибо большое. Надо же о войско не выдерживать. А вот же дырка. Может у вас есть веревка? Дыру завязать, а? Да есть, конечно. Пойдемте. Идемте. Мозгами понимал, надо прекратить. Но опасность усиливала желание. Любителя гуржуани все-таки расстреляли. А история киевского душителя долгое время оставалась засекречена. Официально о первых маньяках в СССР стали говорить только с началом перестройки. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. А давай поиграем. А что? Закрой глаза. И считай до десяти, только не открывай. Рома, Рома, вот он такой, Рома. Студенты Пет-института Роман Зайцев и Ирина Саушкина, прогуливаясь вечером в городском парке, обнаружили сильно избитого парня. Студенты вызвали милицию и скорую помощь. Опергруппа оказалась на месте происшествия через 10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok в Европейскую часть Советского Союза русскому языку. В студенческом лежал корешок квитанции на получение посылки. Посылка была на имя другого узбекского студента Шавката Умарова. Исламов находился в коме. Врачи не были уверены, что он сможет вернуться в сознание. Следователь Юрий Коренецкий отправился в деканат филологического факультета. Добрый день. Следователь рассказал замдекана Анне Николаевне Горошко о том, что Алимжан Исламов избит и находится в больнице. Поинтересовался, где Умаров. Она сообщила, что старшекурсники Умаров и Исламов – земляки и друзья. Они вместе снимают комнату в частном секторе. Сейчас Умаров на педагогической практике в пионерском лагере. А Исламов в студенческом отряде строит общежитие. А что такое? Следователь попросил Анну Николаевну охарактеризовать друзей. Ну, что я могу сказать? Ну, студента как-то... Горошко сказала, что оба – высокомерные модники. У них всегда вводятся деньги. Но Исламов, который в больнице лежит, учится прекрасно. А насчет Умарова, ну, бездельник – это еще тот. Потому что и лекции про боли прогуливает, и экзамены иногда с первого раза не сдает. Похоже, тут не обходится без подарков. Кроме того, Исламов ведет себя тактично, а Умаров – групп в отношениях со студентами, зато заискивает перед преподавателями. У меня есть квитанция посылки. Следователь показал корешок квитанции. Замдекана Горошко сказала, что Умаров никак не мог получить посылку, потому что в пионерлагере он уже полторы недели. С начала второй смены. Но подпись на корешке вроде бы его. И почерк похож. Знаете, может быть, специально приезжал? Если только так. Но тогда почему корешок найден у Исламова? Коренецкий решил отправиться на почту. Молодая сотрудница почты Татьяна Седых рассказала Коренецкому, что она не так давно пришла на место старой Филипповны, которая проработала тут 35 лет. Сначала Татьяна при ней входила в курс дела, но вот уж как три недели девушка управляется сама. Филипповна сразу сказала ей, что студенты узбеки получают много посылок. Умаров особенно. Иногда даже столько, что сам утащить не может и приходит вместе с другом. Коренецкий просил описать друзей. Девушка ответила. Высокие, довольно симпатичные ребята. Очень похожи между собой. Они за посылками обычно подвое ходят. Но последний раз посылки Умаров забрал один. Вчера ему пришла еще одна, пока никто не заходил. Вот посылочка. Следователь попросил Татьяну Седых позвонить ему, если студент придет за посылкой. Сам же Коренецкий поехал в пионерлагерь, в котором Умаров проходил практику. Зачем ему столько посылок, если в лагере кормежка бесплатная, думал Коренецкий. И охота ему ездить. Добрый день, я начальник лагеря. Чем-то могу вам помочь? Добрый день, я из органов. Начальник пионерлагеря Гранкин суетился и тараторил, не давая следователю вставить слово. У Коренецкого было ощущение, что он старался что-то скрыть. Следователь резко прервал Гранкина. Будьте так добры, я задал вам вопрос и попросил, мне нужно увидеть студента Умарова, который прогулит. Дело в том, что сейчас Умарова нет на месте. Получилось так, что он у меня отпросился. Дело молодое, понимаете, он хотел к девушке поехать, отпросился. Следователь задал прямой вопрос, сколько Умаров ему заплатил. Гранкин клялся, что не взял ни копейки, выручил парня бескорыстно. Правда, Умаров привез и оставил просто на его столе вот эти самые джинсы. Это джинсы Уэвис? Левайс, правильно. Иту я не хотел брать. Он пришел на столе и оставил. Вы не находите это странным? Просто хотелось помочь молодому парню. Я думаю, мы с вами еще увидимся. Американские джинсы. Главный вопрос любому советскому человеку, побывавшему за границей, джинсы привез. В 70-х не очень разбирались в производителях, поэтому суперрайфл неизвестного происхождения стоил так же сказочно дорого, как и Левайс от основоположника джинсовой моды Леви Страуса из Сан-Франциско. Среди молодежи штаны с потертостями были пропуском в компанию нормальных людей. В институтах джинсы были наперечет. Они меняли владельцев, их перепродавали по нескольку раз. Ты пришла ко мне на хаус в модных джинсах Леви Страус. У кого на попе рила, тот похож на крокодила. Рила – доступные болгарские джинсы. Их старались изменить до неузнаваемости. Отпарывали позорный лейбл, вываривали в синьки, а чтобы не синели нитки, перед варкой натирали швы парафином. Коренецкий получил разрешение на изъятие посылки. В ней оказались джинсы Левайс, такие же, как у начальника лагеря. Это уже подтвердила экспертиза. 12 пар. Стоимость такой посылки на черном рынке не меньше 2000 рублей. Очень большие деньги. Уже было ясно, что Умарову ничего не мешало получать по почте эти посылки. От практики он просто откупился. Но почему тогда его квитанция найдена в кармане зверски избитого Исламова? И куда делся сам Умаров? В деканат позвонили родители Умарова. Они просили помочь им отыскать сына. Тот давно не писал и не звонил. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, все нормально. Просто там проблема со связью, с телефоном. Замдекана Горошко знала от Коренецкого, что Умарова в лагере нет. Она не стала раньше времени волновать родителей. Горошко долго говорила с отцом студента. Старалась его успокоить, но сама спокойной не была. Информация следователя сильно встревожила заместителя деканта. Ну что тут скажешь, когда сама ничего не знаешь? У следователя был корешок и посылка с джинсами. Коренецкий уже понимал, что джинсы Умарову прислали для продажи. Понятно, что не в первый раз. Куда же пропал он сам? Версий было две. Первая, кто-то расправился с двумя друзьями-узбеками. Исламов в коме. Можно предположить, что Умарова увезли, держат в заперти, выбивают деньги. Вторая версия, конфликт между друзьями. Умаров избил Исламова, не рассчитал силы. Когда это понял, скрылся. В любом случае, нужно было искать Шавката Умарова. Тракторист Гриценко обрабатывал дальнее от села поле. Зашел в лесопосадку позавтракать в Тиньке и обнаружил раздутый труп парня. По широким скулам и раскосым глазам Гриценко решил, что это кореец. В соседнем селе работали на Луке несколько семей корейцев. Недели полторы назад там пропал парень. Так вот где пацан корейцев. В южной области Украины корейцы начали приезжать из Средней Азии для сезонного выращивания лука в начале 70-х годов. Оказались трудолюбивыми и предприимчивыми. Сначала все лето жили в палатках или так называемых халабудах неподалеку от поля, где работали. Но постепенно стали строить себе дома и оседали в Украине. Создавались сезонные бригады, в которых работали с утра до ночи. На период сбора урожая могли привлекать дополнительную рабочую силу. В селах считалось счастьем попасть в такую бригаду. Потому что за сезон люди в ней зарабатывали столько, сколько не могли заработать за год. Нет, это не он. Отец пропавшего корейского парня сразу же сказал, что это не его сын. Он маленький и щуплый, а убитый юноша был высоким. На нем были красиво потертые джинсы «Левайс». Обнаруженный в лесополосе парень подходил под описание внешности Умарова. И на фото они были похожи. Но для окончательного подтверждения следовало провести опознание тела. Пока же труп отправили на экспертизу. Можете не сомневаться. Идентифицируем. Эксперт сообщил, что следов преступников в посадке не обнаружено. Видимо, старались не наследить. Кроме того, прошло уже несколько дней. Единственное, за что можно зацепиться, это отпечаток протектора легкового автомобиля. В этой машине могли привезти тело. На месте следователь сразу понял, что когда Умарова привезли сюда, он был уже мертв. Его тело волочили по земле. Трава была примята. Несколько веток сломано. У следователя появился новый вещдок. Отпечаток протектора. Эксперты начали устанавливать марку резины и автомобиль, который мог быть в нее обут. Коренецкий ждал результатов. Эксперт показал полученную в институтском медпункте карточку Умарова, в которой были описаны характерные шрамы на ногах студента. Такие же шрамы обнаружили на теле убитого. Группа крови также соответствовала. Эксперт сделал вывод. Убит Шавкат Умаров. Так что и без опознания установили Умаров. Ты уверен? На 100%. Экспертиза установила, что Умарова убили примерно полторы недели назад. Коренецкий сразу почувствовал, что заключение эксперта подводит его к серьезному выводу. Когда убили Умарова? Полторы недели назад. А посылку получали? Разбежка во времени. Если есть несовпадение, нужно искать, что стало причиной явного противоречия. Посылку по его паспорту получили через неделю после его смерти. Ну, надо подписи сравнять. Следователь позвонил замдекана Горошко. Он понимал, что ответы на новые вопросы он сможет получить только проведя графологическую экспертизу. Анна Николаевна, добрый день. Это снова вас Коренецкий беспокоит. Хотел бы у вас получить образцы почерка Умарова и Исламова. Парни были похожи, одеты в одинаковые джинсы. Конечно, тот, кто их видел каждый день, не спутал бы. Но молодая девушка работала на почте недавно. Она могла принять одного за другого. До получения результатов экспертизы Коренецкий решил показать фото узбеков девушки. Сможет ли она узнать, кто из них Умаров. Девушка не могла определенно указать ни на Исламова, ни на Умарова. Утверждала, что посылку получил Умаров. Кажется, вот этот приходил. Так тот или этот? Послушайте, ну я не знаю, тот или этот. Ну, как его, Умаров? Ну, он мне паспорт давал. Я не помню. Следователь понял, что девушка была не очень внимательна. Возможно, и в паспорт заглянула для проформы. На что обращают внимание работники почты, так это на подпись. Она была такой, что Коренецкий и сам бы ее от подлинной не отличил. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Следователь предъявил Филипповне фотографии студентов. Она уверенно определила Алика и Шавката, как ребята друг друга называли. Сказала, что примерно с год назад Умаров стал получать много посылок. За ними парни частенько приходили вместе. До этого Умаров получал только денежные переводы. Причем за один раз больше, чем моя пенсия. Филипповна настаивала, что парни, они культурные, вежливо улыбались, между собой говорили не по-нашему. Было похоже, что командовал всем Шавкат. Неожиданно Филипповна вспомнила, что когда посылок было несколько, за углом почты ребят вроде ждала машина. Какая? Пенсионерка призналась, что особо не присматривалась. Марку я не помню, я не обратила внимания, но машина точно зеленого цвета. Коренецкий спросил Филипповну, не было ли чего-нибудь необычного в поведении Умарова и Исламова. Нет, они ничем не отличались от других узбекских студентов, которые получали на почте посылки и переводы. Улыбались, старались расположить к себе, относились уважительно, не грубили. Хорошие ребята. Печаток протектора, который был найден около лесопосадки, соответствовал резине, которая устанавливалась на автомобиле «Москвич». Коренецкий сформировал группу для отработки владельцев «зеленых москвичей» в Измаильском и соседних с ним районах. В акте судебно-медицинской экспертизы тела Умарова было указано, что, вероятно, он был убит ударом в затылок тяжелым тупым предметом. Предположительно, кирпичом, молотком или кастетом. Погибший был сильно избит, удары наносились с большой силой. Этот удар мог нанести или спортсмены, или десантник, или просто крепкий мужик. Коренецкий попросил участковых вспомнить, не засветились ли на их участках такие джинсы. Если да, то кто стал их счастливым владельцем? Следователь рассчитывал выйти хотя бы на одного покупателя. Трудно спутать. Вспоминайте. Может быть, кто-то из вас видел их на ком-то. Может быть, кто-то увидит впоследствии. Участковый Павлюк вспомнил, что на его участке джинсы появились у Паши Крупко. Парень в начале июня дембельнулся из воздушно-десантных войск. На работу пока не устроился, но недавно стал щеголять в новеньких джинсах. Семья Крупко жила недалеко от дома, в котором снимали комнату студенты. Не исключено, что Паша знал Умарова и Исламова. Может, у них и купил. Говорите, здоровенный? В десанте служил? Так тоже. В Измаильском парке найден жестоко избитый студент местного пединститута Алимжан Исламов. Следствие не может получить от него никакой информации. Парень в коме. Поиски однокурсника и земляка Исламова Шавката Умарова ни к чему не приводят. Известно только, что на его имя приходило большое количество посылок в местное почтовое отделение. Через несколько дней Умарова находят мертвым. Но по его паспорту кто-то продолжает получать посылки. В поле зрения следователя попадает бывший десантник Павел Крупко. Главной зацепкой следствия становятся джинсы, которыми, вероятно, торговали студенты узбеки. Информация о том, что у некого Павла Крупко появились новенькие джинсы «Левайс» могла помочь следствию. Однако, что ему предъявить? Того, кто продал, можно было привлечь за спекуляцию, но покупать джинсы и носить не запрещено. Следователь Коренецкий тщательно готовился к разговору с бывшим десантником. Воздушно-десантные войска. Войска дяди Васи. Их называли так по имени человека, который создал ВДВ. Генерал армии, герой Советского Союза Василий Маргелов. Фотография Василия Филипповича в дембельских альбомах была обязательна. За нее десантники отдавали комплект нагрудных значков. Конкурс в воздушно-десантное училище был огромный. Часто срезавшиеся на экзаменах абитуриенты по 2-3 месяца до снегов и морозов жили просто в лесу рядом с училищем в надежде, что хоть кто-то из курсантов первого курса не выдержит нагрузок и можно будет занять его место. Десантники однозначно причисляли себя к Вите. Павел Крупко вел себя на допросе так, как и ожидал следователь. Держался уверенно, с опломбом, заметно гордился джинсами. Попытки Коренецкого выяснить, у кого они были куплены, Павел пресекал с помощью примитивной игры в дурачка. Встретил возле рынка цыганенка. Тот сказал, что нужны деньги. Деньги у Павла были. Столковались за полтинниками. Штаны клевые. Фирма. Фирма, говорите. Следователь понимал, что нужно изучить связи Павла. У незнакомых людей джинсы покупали редко, слишком дорого. Даже на толкучках старались брать у знакомых или через знакомых, чтобы не купить подделку, не фирму. Студенты филфака педоинститута. Я со студентами вообще никаких дел не имею. Зацепишь по сапатке, и они сразу скисают. Беседа с участковым и родителями Павла Крупко поначалу ничего не дала. Друзей у Павла было немного. Все они еще служили. В свое время он проводил на рыбалке или со своей девушкой. Последнее время стал упоминать некого Витька. В дом этот Витек не приходил. Кто он, родители не знали. Следователь решил отыскать. Витька. Москвичей зеленого цвета в Измаильском и соседних с ним районах было 132. Внимание оперативников привлек ранее судимый Александр Викторов. Он жил в Новой Некрасовке. Работал ночным сторожем в детско-юношеской спортшколе в Измаиле. На дежурство приезжал на стареньком зеленом москвиче. Работал сутки через трое. Сестра Викторова училась на филфаке пединститута. Оперативник сообщил, что лет 8-10 назад Викторов был поддающим надежды боксерам. Но задиристый паренек выпивал. Попал в историю. Пьяная драка закончилась судом. Получил 5 лет. После освобождения вел замкнутый образ жизни. Любил рыбачить с лодки. Его постоянным напарником последний месяц был Павел Крупко. Думаю, наш человек. Наш человек, 100%. Следствие вышло на Витька. Складывалась цепочка. Умаров фарцовал джинсами Левайс. Крупко щеголял в таких же джинсах. Мог ли он их купить у Умарова? Мог. Крупко дружит с Викторовым. У Викторова зеленый москвич. И тело Умарова нашли по дороге от Измаила в Новую Некрасовку, где жил Викторов. Уязвимая цепочка. Викторов мог понятия не иметь об узбеках, а Крупко купить джинсы у кого-то другого. Но более логичной пока не было. Звонил эксперт-графолог. Подписи на квитанциях, по которым были получены посылки после смерти Умарова, сделаны Исламовым. Сомнений никаких. Теперь следователь точно знал, на какие вопросы должен ответить Исламов. Кто убил Умарова? Куда делись полученные Исламовым посылки? Кто ему помогал? Но Исламов в пятый день лежал без сознания. И сколько это продлится, не мог сказать никто. Следователь решил организовать встречу Крупко с Викторовым прямо в его кабинете. Но это не должна быть официальная очная ставка. Пусть все произойдет как бы случайно. В художественных фильмах-детективах очень любят показывать очные ставки. Выигрышная сцена. Следователь мастерски раскалывает преступника, заставляет его признаться. На практике все сложнее. Очная ставка проводится с соблюдением процессуального порядка. Красивые приемы, с помощью которых хитроумный следователь загоняет преступника в угол, существуют только в литературе и кино. В реальной жизни все проще и строже. Коренецкий решил отойти от правил. В старошке, спортшколы, где вы работаете, постоянно пьянки, драки. Он пригласил Викторова якобы для выяснения по сигналу. Пенсионерка одного из соседних домов написала, что вечерами в старошке спортшколы громко играет музыка, там пьют и гуляют. Викторов объяснил, что это неправда. Что он на работе не пьет вообще. Во время почти непринужденного разговора Коренецкого с Викторовым в кабинет ввели Крупко. Следователь отметил про себя, что встреча для обоих была неожиданной. Но Викторов держался так же непринужденно, а Крупко занервничал. Викторов не стал отрицать, что они знакомы. Павлу ничего не оставалось, как это подтвердить. Паша Крупко, мы вместе рыбу ловим. Вот. Вот, а вы нам говорили, что не знаете Викторова? Да, это Вичок. Викторов рассказал, что у него есть лодка. Паша недавно пришел из армии, познакомились, подружились. Теперь вот вместе рыбачат. И поинтересовался, по какой причине здесь его приятель. А он тоже шумит и пьянствует, да? Да с джинсами не можем разобраться. Следователь шутливо поинтересовался у Викторова, почему он не купил такие же джинсы, как у Крупко. Тот ответил, что заработки не позволяют. Викторов держался очень уверенно, а Крупко нервничал. Значит, подумал Коренецкий, тянем в правильном направлении. А то, что Викторов спокоен, так это у него опыт. Тюремная школа хорошо учит скрывать чувства. Следователь отправил на экспертизу нитки из джинсов Крупко, чтобы сравнить их с парой брюк, изъятых у начальника пионерлагеря Гранкина. Коренецкий рассчитывал, что экспертиза докажет идентичность ниток. Коренецкий принял решение установить наблюдение за домом Викторова. Поведение Витька убедило следователя в том, что это стрелянный воробей, хитрый и осторожный. Наверняка Крупко рассказал товарищу о разговоре со следователем, где упоминались фамилии студентов-узбеков. И если Витек причастен, он обязательно почувствует, что к нему подбираются. Из экспертного заключения следователь узнал, что джинсы Павла Крупко идентичны джинсам Гранкина и джинсам из посылки. Но эта фирма совсем не фирма, а подделка. Сама ткань импортная, наверное, Пакистан, но пошив по поясу строчка должна быть косичкой, а она просто пунктиром. Строчка-косичка должна быть и на обратной стороне карманов. Клепка-пуговиц без дырки, а тут дыра. По нитке не определить, так ли сшиты джинсы у Крупко, но следователь был уверен, что они из того же цеха. Станет ли теперь Крупко выгораживать продавца поддельных джинсов? Да, конечно. Тот же самый самопал, та же самая контора. Понятно. Легендарные советские цеховики. В маленьких подпольных мастерских предприимчивые люди производили дефицитную продукцию, которая пользовалась большим спросом у населения. При изготовлении одежды и обуви крайне важно было пришить кустарные вещи, ярлык с громким именем известного производителя. Покупатель часто смотрел не на качество товара, а на качество бирок. Мировые производители, естественно, не продавали свою фурнитуру отдельно, а изготовить правильные лейблы было куда сложнее, чем пошить саму вещь. В портовых магазинах Абиджана, Сингапура, Гонконга советские моряки в огромных количествах покупали поддельные пуговицы, кнопки, змейки, молнии, нашивки, на которых красовались мировые бренды. А затем на родных берегах продавали все это цеховикам. Курупко не поверил экспертному заключению. Все же на месте, на кожаной бирке, на каждой пуговице и кнопке написано «Левайс». Какая подделка! Следователь иронично успокаивал Павла. Какая, собственно, разница, в Америке они сшиты или в Узбекистане? Вещь хорошая. К тому же никто не будет присматриваться. Джинсы крепкие, носить не сносить. Наталья, зайдите, пожалуйста. Эксперт теперь в присутствии Павла Крупко провел проверку на подлинность. Паша был возмущен. Он признался, что джинсы ему продал Викторов за 180 рублей. Это было очень дешево. Заливаясь на толкучки, просили не меньше 250. Викторов сказал ему, что сбросил цену для друга. Теперь можно было по-другому говорить с уверенным в себе Витьком. Вот это фирменные джинсы, а у тебя подделка. Убедился? Скотина! В Измаильском парке найден жестоко избитый студент от местного Пет-института Алимжан Исламов. Следствие не может получить от него никакой информации. Парень в коме. Через несколько дней находит мертвым земляка и однокурсника Исламова Шавката Умарова. Стало известным, что Умаров получал посылки с джинсами и вместе с другом они их продавали. Экспертиза показала, что джинсы – подделка. Точно такие же поддельные джинсы продал своему другу ранее судимый Александр Викторов. Следователь понял, что Витек как-то связан со студентами-узбеками. Коренецкому сообщили, что Викторов готовился выехать из дома. Москвич был прилично загружен. Следователь принял решение задержать Витька и провести следственные действия у него дома. Сопротивление Викторов не оказывал. В багажнике москвича были обнаружены шесть нераспечатанных посылок из Узбекистана. Викторов держался спокойно и уверенно. Рассказал, что это был его скромный заработок. Он помогал возить посылки на своей машине в Одессу. Что в них – не знал. Догадывался, но это не его дело. Добавил, что иногда подъезжал прямо к почте, где Умаров получал посылки. Помогал довезти домой. С Умаровым и Исламовым был в хороших отношениях. Сестра попросила помочь однокурсникам-узбекам. Я не понимаю, за что вы меня задержали. Я просто возил коробки в Одессу. А что вы скажете по этому поводу? Фото убитого Умарова вызвали у Викторова замешательство. Он сказал, что студент договорился с ним так. Викторов должен привезти эти посылки сегодня в Одессу. Среди изъятых у него при обыске личных вещей есть адрес. Его Умаров сам записал. По этому адресу нужно было доставить груз. Шавкат обещал две пары джинсов. Самому Викторову и его сестре. До вечера должен успеть. Что же мне с ними теперь делать? Говорите, две пары джинсов обещал? Да. А кто продал джинсы Павлу Крупко? Викторов не стушевался. Спокойно сказал, что эти джинсы месяц назад Умаров отдал ему. Он отвез в Одессу несколько посылок. Умаров рассчитался парой Левайса. Но джинсы оказались велики. И он по дешевке продал их Паше. Как другу. Кастет самодельный. Именно этот кастет был найден среди всякого хлама в гараже Александра Викторова. И отправлен на экспертизу. Эксперт передал следователю кастет, который был найден в гараже Викторов. Вам не интересно узнать, что обнаружили у вас в гараже? Да у меня в гараже таких штук пять валяется. Изъятый кастет не слишком испугал задержанного. Он с издевательской улыбкой посоветовал следователю поискать в гараже как следует. Там еще несколько валяются. Пусть твои ящейки хлам заодно переберут. Сто лет сделал, когда пацаном еще был, чтобы себя защищать от хулиганов. Слушай, не лепи Горбатого, а? С него уже взяты смывы. И если там обнаружатся следы крови Умарова, подумайте. Чтобы заставить говорить Викторова, следователю Коренецкому нужно было в своем распоряжении не просто иметь вещдоки, а грамотно их использовать. Викторов был тертый калач. Он готовился к тому, что его могут задержать. Продумал линию поведения, признавал то, что нельзя было не признавать. Замдекана Горошко беседовала по телефону с ректором. Она сообщила, что прибыли родители Умарова. Сказала, что подготовила все документы и просила ректора встретиться с родителями. После ЧП министерство готовило проверку состояния воспитательной работы в институте. Горошко настаивала, что ректору нужно взять у родителей расписку в том, что они не имеют претензий к администрации вуза. Это судьба нашего института. Посмотрим, что он сейчас опоет. Викторов соображал быстро. Увидел вещдоки и понял, что следователь загнал его в угол. И сыграл на опережение. Прошу зафиксировать, товарищ следователь. Готов добровольно дать признательные показания. Признательные показания в суде учитываются. Еще Викторов знал, Исламов до сих пор находится в коме. Врачи предполагают, что он не выкарабкается. Коренецкий тоже понимал, что к показаниям Викторова нужно относиться с большой осторожностью. Викторов рассказал, что несколько месяцев назад его сестра познакомила его со своими однокурсниками-узбеками. Умаров и Исламов сами ее об этом просили. Викторов пригласил их домой и сразу понял, что они приехали с деловым предложением. Давай сразу глядим. Мы продаем динсы. Очень хорошие динсы. Отец Умарова был в Андижане инструктором райкома партии. Сотрудничал с одним из цеховиков. Сын цеховика, ровесник и одноклассник Умарова, занимался реализацией товара. Ездил по всей стране. Работал со студентами разных вузов. Он взял Умарова на реализацию динсов. Умаров стал получать посылки. Мы продаем им здесь минимум за сколько? Минимум. Ну, какие-то мачки. Ну, 10 рублей. Минимум. Минимум 10. Студентам нужна была помощь Викторова как перевозчика. Посылок приходило все больше. Измаил – слишком маленький городок для такого бизнеса. Нужно было ехать к оптовым покупателям на Черный рынок в Одессу. Но перевозить джинсы рейсовыми автобусами в больших сумках слишком приметно. А старенький москвич Викторова очень подходил. Тут у каждого должен быть свой интерес. Ну, это понятно. За 600 рублей – это деньги. По рукам. Викторов и студенты договорились. У Александра были связи в Одессе. Он обеспечил хороший канал сбыта. Получали посылки в Измаиле. Отвозили в Одессу. Там сдавали товар оптом. Что-то продавалось в институте. Это было выгодно всем. Зачем нужно было избавляться от Умарова? Это же ведь он джинсы получал. Викторов согласился со следователем. Действительно, все было завязано на Умарове. Но заявил, что избавиться от Умарова предложил Исламов. Отцу Умарова надоели похождения сына, о которых его информировала замдекана. Он обратился к нужным людям. Сына со следующего учебного года должны были перевезти в Андижан. Заработок пропадал. Исламов говорил Викторову, что получают они копейки. А тут можно заработать огромные деньги, поделив все на двоих и не отдавая ничего поставщику. Все, что у нас есть, на двоих. Исламов знал, что Умаров ждет большую партию посылок. Он предложил избавиться от него, а по его паспорту на почте все получит он сам. Умарова не кинутся искать. Умарова не кинутся искать. Ему уже замдекан, все бумажки сделаны. Ему только на практику ехать в лагерь. А в пионерлагере он откупился. Викторов сразу предупредил, что Умарова он убивать не будет. Слишком большой риск, что Исламов его сдаст. Поэтому с другом должен разобраться сам Исламов. Как бы на бабах не остаться. Не переживай, не останемся. Исламов пообещал, что все сделает сам. Викторов передал ему костец, с помощью которого можно было быстро решить все проблемы. Договорились, что Викторов подъедет к парку и будет ждать сигнала. Исламов заманил друга в парк, обещая знакомство с красивой девушкой. Исламов ударил Умарова кастетом в затылок. Тот упал, но попробовал встать. Тогда Исламов нанес еще несколько сокрушительных ударов кастетом по голове. Когда Умаров перестал подавать признаки жизни, Исламов вместе с Викторовым перенесли тело в машину. Исламов хотел бросить труп в воду, но Викторов сказал, что отвезет туда, где месяц тела никто не найдет. А потом родная мама не узнает. Исламов все рассчитал очень точно. Татьяна Седых видела его с Умаровым один раз. Парни были очень похожи. Паспорт Умарова настоящий. А за годы написания конспекта вместо Умарова Исламов научился подделывать почерк. Впрочем, подпись никто особенно и не проверял. Поэтому при получении посылок проблем не возникло. Викторов и Исламов успешно завершили бы дело, если бы узбек не стал крысятничать. Викторов узнал от сестры, что Исламов продает джинсы в институте. Оказалось, студент сам получил одну посылку и утаил ее. Викторов рассверепел. При встрече с Исламовым предъявил ему претензию. Исламов пытался хитрить. Викторов ударил его несколько раз и выбил признание. Да, дома под кроватью он хранит одну посылку. Бывший боксер решил, что воспитание нужно продолжить. Он нанес несколько оглушительных ударов. Буквально пару раз клацнул его, он слабаком оказался. А когда Исламов упал, просто уехал домой. Викторов был уверен, что на следующий день Исламов придет к нему с извинениями. Ведь весь товар хранился у него дома. Но Исламов не пришел. А сестра рассказала, что он попал в реанимацию. Викторов принял решение все продать самостоятельно и затеряться в Большой Одессе. На работе он написал заявление об увольнении. Упаковал посылки в автомобиль. Его задержали, когда он выезжал из гаража. Исламов слишком долго находился в коме. Когда вышел, болезненные процессы в головном мозге оказались необратимыми. Заключение медицинской комиссии избавило его от суда и срока лишения свободы. Викторова осудили не за умышленное убийство, а за ненесение тяжких телесных повреждений. Субтитры создавал DimaTorzok